всем привет друзья в этом видео хочу с вами поделиться одной весьма полезной информацией речь пойдет о катушках и нарцонах так и без нарцонах а именно что эффективнее ставить на ту или иную снасть будь то поплавочная удочка будь то спиннинг будь то донная снасть и почему потому что это напрямую бьет по трём факторам первую улов второе потраченное время третье потраченные нервы последнее нужно беречь основательно нервные клетки как говорится друзья не восстанавливать и в этом видео я расскажу вам что эффективнее и почему ставить на ту или иную снасть и почему это напрямую зависит от видов ловли давайте рассмотрим сначала поплавочную удочку обычной глухой оснасткой для этого нам подойдет маленькая инерционная катушечка это намного эффективнее почему не мясорубка мы же держим поплавочную удочку одной рукой поставив мясорубку это весьма тяжело держать удочку на которой привешена такая тяжелая принципе катушечка точно так же как инерционную катушку с большим барабаном они тяжелы для глухой оснастки нам подойдет инерционная маленькая катушечка можно пластиковую с небольшим как говорится барабанчиком но если мы начинаем ловить уже про водку здесь мясорубка нам опять не подойдет почему потому что эффективно сбросить леску по течению при помощи мясорубки не получится для этого понадобится открыть коромысло и может слететь не одно а сразу несколько колец в итоге вы получите первую бороду это во первых и также не нам не подойдет здесь маленькая инерционная катушечка когда мы ловим паровозку второй вид ловли уже на поплавочную удочку потому что при помощи маленькой инерционной катушечки весьма трудоемко вымазывать леску которая съехала вниз по течению вместе с поплавком здесь подойдет инерционная катушечка с более большим барабаном ой извиняюсь оговорился большим барабаном или средним можно даже использовать принципе то пластиковую инерционную катушечку как это будет намного эффективнее чем использовать мясорубку или же маленькую инерционную катушку и третий способ ловли на поплавочную удочку когда вы делаете забросы далеко он называется дальний заброс в этом плане самой эффективной будет катушка это мясорубка потому что при помощи маленькой инерционной катушки или же большой инерционной катушки вы этого не сделать вы туда не забросите потому что поплавочный монтаж он легкий а для того чтобы раскрутить еще барабан катушки понадобится небольшое отягощение но поймите если мы поставим отягощение которое возьмет всю силу на раскручивание барабана то он просто утопит поплавок понятно да то ни одна из нарционных катушек будет маленького среднего или большого диаметра далеко поплавочный монтаж который легкий не закинет здесь эффективнее использовать именно мясорубку только мясорубка способна закинуть легкий поплавочный монтаж достаточно принципе то далеко без всякого рода проблем теперь давайте друзья рассмотрим спиннинг обычный спиннинг если вы используете джиг головки то здесь принципе нам подойдет инерционная катушка с большим или даже средним барабаном потому что груз джиг головки достаточно тяжелый и здесь эффективнее использовать именно инерционную катушку в том плане что когда вы крутите ручку инерционной катушки вы накручиваете леску каждый ее сантиметр и кто из ребят ловит джиг головками на джиг тот со мной теперь согласится что и в этом случае эффективнее использовать именно инерционную катушку благодаря этому джиг головку вы сможете простукать каждый сантиметр дна при помощи мясорубки этого сделать невозможно потому что там мы работаем и удочкой и катушкой и ручкой катушки одновременно и пролетая сразу несколько десятков их сантиметров дна и простухать нельзя а вот при помощи инерционной катушки это сделать можно повторюсь тут мы проступим каждый сантиметр дна но 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 если вы ловите на спиннинг легкими приманками это блесны легонькие примеру там 5-7 грамм то эффективнее эффективнее использовать мясорубку конечно можно на инерционную катушку как говорится на сам монтаж поставить отягощение у меня есть это дело все на канале монтаж отягощением для инерционной катушки но опять же все зависит от рыбы этот монтаж и отягощение это же рыбалка он может хищника каким-то образом пугать примеру были в советском союзе когда мы ловили такие способы и такие рыбалки когда при помощи той же самой мясорубки мы ставили маленькие брюсинки закидывали и нам ловилась щучка а когда эту же брюсинку ставили с отягощением бывали случаи что рыба не попадала здесь как говорится друзья как повезет поэтому если вы используете маленькие легонькие брюсинки при ловле на спиннинг то здесь эффективнее всего ставить мясорубку а не национальную катушку а если вы используете допустим средние блесны по весу или же чик головки то принципе ловить можно на инерционную катушку далеко все равно вам там сильно кидать не нужно метров 20-30 спокойно с монтажом прокинете но при жив ловли инерционная катушка будет куда более эффективно и вы рыбы поймаете больше кто из ребят условий на джиг напишите об этом друзья в комментарии в каких случаях когда у вас стояла та или иная катушечка инерционка или без инерционка вам попадалось рыбки больше пожалуйста напишите вот а теперь давайте перейдем к донной ловли здесь опять же все зависит от нескольких факторов фактор 1 если вы находите находится вы извиняюсь если точка лова находится не так далеко от вас метров там 20-30 то подойдет и та и другая катушка будь то инерционно будь то без инерционно то есть инерционно закинули придержали палец барабаном принципе за все но есть одно но опять же в точке лова а вот если находится ваша точка лова на 78 а то и 100 метров закинуть можно конечно друзья и при помощи и на рационке туда но есть один недостаток выматывание мясорубка она вымотает снасть гораздо быстрее потому что один поворот ручки катушки это сразу 15 сантиметров как говорится наматываться на шпулю а при обороте инерционной катушки на барабане там мы наматываем друзья каждый сантиметр поэтому если точка лова находится достаточно далеко от берега то эффективнее всего ставить именно мясорубку а не инерционную катушку потому что вымазывать весьма друзья трудно и точнее долго крути 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 вот в этом случае в донной ловли если точка лова далеко ставим обязательно мясорубку а если точка лова недалеко то в принципе можно использовать и инерционную катушку дело не в том что там не забросить забросить можно и тем и тем я например пользуюсь совершенства как инерционными катушками так и безинерционными и могу при помощи той же инерционки закинуть там на сто с лишним метров точно так же как и мясорубкой на такое же расстояние для меня проблем нет как и для многих из вас друзья тоже но разница выматывание доставание на большом расстоянии то друзья и есть во времени при помощи мясорубки вы достанете гораздо быстрее весь монтаж вместе с рыбой чем при помощи к примеру инерционной катушки поэтому друзья все зависит от того каким способом ловли вы занимаетесь если вы ловите на удочку на спиннинг на донную снасть опять же повторюсь извините например в той же самой поплавочной удочке есть несколько видов ловли да там ловля в проводку дальний заброс здесь все зависит уже друзья от эффективности самой катушки которая именно подходит друзья для каждого вида ловли вот такая друзья информация если вам эта инфа была видео полезно пальчик вверх бесполезно вниз такой информации в интернете нет перед тем как снимать этот ролик я решил поискать порыться в интернете в самом интернете не на ютюбе и что-то поискать подобного рода толковое скажу честно потратил только время куча плагиата перекопированных сайтов и настолько бестолковая информация что где любой рыбак молодой с легкостью запутается и вынесет все себе мозги вами был я димон чем я и хочу с вами друзья и хотел поделиться